Так, ну у нас продолжение. То есть смотри, чуть-чуть я тебе расскажу еще, что у меня получилось. Получилось то, что у меня даже вот прошлой весной, прошлой зимой, у меня как полилось все. Я сказать очень много мог, не от себя. Я понимал, что слово льется нельзя, потому что я не смог пересказать. Я вот поехал когда в Воронеж, поехал когда в Казахстан. Люди попались такие попутчики, то есть спрашивают у меня семейные люди, неверующие. С меня льется, я не читал ни писания, ничего с меня льется, вообще ответы такие, меня они сами поражали. Я думаю, вот где бы записать, но не было бы записать и я не смог пересказать это. И потом весной, когда я встретился с Игнатем Диконовичем, съездил в Воронеж и все, и на мне как будто все обрезало. Ничего не сказать не могу. Вот гляди, чтобы все мог сказать, ты тогда все понять и что ты там говорил до этого, непонятно, что там ты говорил. Но если ты Слово Божие не читал, то ты настолько и говорил, сколько, ну прочитал где-то и запомнилось хорошо тебе это. Да, да, да. Если ты не будешь знать Слово Божие, почему у нас проходят именно занятия? Почему Игнат Игнат всегда ратует за то, что вход, истинный вход в православную церковь только через знание, даже не через знание, через исполнение Слова Божие? Если ты будешь исполнять, значит ты и знать будешь, это понятно. И Анна Златоуст поэтому так и говорит, вы, говорит, не знаете, потому что не читаете, а не зная, вы погибаете. И все потому, что не читаете. Вот и все, чтение, чтение. И когда говорят, ну да, там подрастет ребенок, там может что-то захочется прочесть, да нет, надо сейчас воспитывать это в ребенке. Сейчас, прям сейчас. Садиться самими, вместе с ним читать. Вот мы с братом сели, немножко прочитали, интересно было? Да. Мы с ним все открывали, и географию открывали, и атлас, и смотрели, ну как это написано правильно, что это такое там. И Слово Божие, ну то есть буквально прочитали три страницы, а заняло 40 минут. А мы с тобой не записали это? Можно было это и записать, как правильно читать книги. Ну кстати, да, надо было. Я даже подумал об этом, ролик записать, как правильно читать книги. И прям взять, ну допустим, с Енафой, я отца посадил, и нахуй, и читал им «Путешествие пилигрима». Очень интересно, мне самому даже понравилось. Очень интересно. А ну, вчера Сыгнатьевич, он еще раз перечитал «Однодума», начитал даже его. Не слышал ты «Однодум» Лискова? «Однодум», да, слышал. А что-то он мне напомнил, Игнатья Тихоновича. Он сам в этом признал. Что-то есть мне. И тебе вообще интересно это. Причем, не когда я сам читал, а когда я сначала же на этом, где, на скайпе он сначала выложил материал, да? Я начал читать, прочитал, а потом когда Игнатия Тихоновичу прочитал, прям... Поэтому я хотел дальше сказать, смотрите канал «Позвете Библии», там Игнать Тихонович и братья начитывают очень много. Слово, да, нужно слово. Живое. И вот, глядя, приблизительные вопросы к оглашенным и спрашивающим себе крещения. Эти вопросы расширяются, судя по ответам на них. Это для тех, кто сидит в совете и смотрит на человека с духовной точки зрения. Не со стороны, как-то там еще один член у нас будет, наконец-то, в общем. У нас мало братьев, потому что приехал к нам в шахматах и говорит, а что там у них мизер какой-то? Что там от них зависит? У них там всего раз-два да обчелся. Другие приходят и смотрят, и удивляются, какие сестры, как одеты. У него нет ничего этого, он не духовный совершенно человек. У него все поверхностно, только вот по пальцам, сколько человек, сколько у тебя танков, сколько орудий с той стороны. Какие у тебя там шмотки, хорошие и нехорошие, тогда нормально. Вот он едет все время в своей машине и красуется перед собой. Камерой он такой едет. Ну, что я хочу вам сказать, такой умный, все знает, на хорошей машине. Вот когда ты будешь под хирургическим ножом лежать, или в голоде, или в воронке из-под снарядов, тогда другое, как смотришь сейчас, интересно, фильмы снимают о войне. Не просто, как раньше сняли там что-то и все, а сейчас, как солдаты, какие письма писали. И пишет матери солдат, а письмо не отправлено, нашли в воронке, завернут, убитый, на нем. Уже в кости. И нашли матери, а матери уже, когда умерла, тут уже, дорогая мама, раньше ты мне когда говорила о Боге, я все время думал, что это какая-то, ну, типа брехня. Ну, как-то отмахивался там. Теперь, говорит, я, говорит, за минуту могу сорок, а может и больше раз призвать имя Бога. Когда, говорит, ревут над тобой снаряды, когда, говорит, пули свистят. Ну, в этот момент вообще же, да. И в этот момент, говорит, я не знаю, как мне укрыться, мама, я такой незащищенный, мне так жалко себя. И вот он вот описывает, и я думаю, мамочки, какие слова откровения, понимаешь, им Бога призывает парнишка. Ну, и где там, ну, погиб, а может и не погиб, может это не он, кто-то хотел передать. Сейчас только думаем. Ну, я думаю, это письмо никогда бы цензура не пропустила. А Боге, чтоб так, а может быть уже пропускали. Ну, такие вот дела. И часто такое встречается, что уже имя Бога призывает. Когда тебе, когда тебе тяжело, когда ты хочешь снаряды, никогда ты подписчиков хочешь там себе прибавить. У Игнатия Тихоновича вообще этого понятия не было. Вот мы с братом свидетели, чтобы какие-то подписчиков там было. Вообще мы не понимали, что такое подписчики. Просто хотели снять об истине. Помню, Игнатий Тихонович первые ролики свои снимал. Садился в трапезной Библию перед собой клал, сам себя снимал. И начинал сам, ну, рассказывать что-то, какую-то тему. Это же сложно очень самому рассказать тему. А он рассказывает. А потом уже начал привлекать. И сейчас уже массово началось привлечение тех трудов, которые он скопил на сайте нашем. Конечно. Их надо раскрыть. Они-то закрыты все. Ну, не каждый будет читать. Ну, что там, буковки и все. А когда это раскрывается, вот такими фотографиями, рисунками, надписями, там человек озвучивает, это уже намного дольше идет. Не просто там ты раз выставил сайт мертый. Оно все вот сейчас расцвело. Все начинается. Самое главное, знаешь, что тепло, когда тепло. Вот я сейчас испытываю тепло, что когда я смотрю вот этот фрагмент, да, где Игнатий Тихович, вот, например, идет это в трапезной. Сначала ты смотришь, когда ты не знаешь, где это происходит. Ты думаешь, где-то в кабинете каком-то, как кабинет. А теперь-то вот я вот когда прихожу, да, я-то знаю, где он сидит. И что в этой комнате происходит, да, после службы, да, после трапезы, что там происходит. Уже как-то ты уже осознаешь. Ты уже видишь эту реальность. Вот. Поэтому вот люди, те, кто интересуются вот этим вопросом, да, вот откуда это все происходит, конечно бы хотелось, чтобы это все умножилось в братьях, сестрах, да, чтобы больше людей становилось верующими. Почему-то все стремятся в Потеряевку, потому что разговор идет часто о Потеряевке, что там, ну, вообще, во-первых, в Потеряевке интереснее, реально интереснее. Там можно на рыбалку сходить, там можно пройти лопухи даже какие-то посмотреть, как там едят, там, как еще там приезжает кто-то, зелень это там, поля вот эти вот. А здесь у нас вот то, что ты говоришь, трапезная, духовная именно происходит. Духовная. Там же ничего там, надписи, ну, надписи духовные, интересно, ну, раз прошли и все. Но то, что там происходит единение душ, происходит вот этот совет христовых людей во Христе братьев и сестер, вот это, оно непередаваемо, его как передашь-то это внутреннее. Да, мы словами пытаемся что-то говорить там, ну, про нас разные эпитеты говорят, но словами не передать. А когда, Игнатин Иванович пытается тоже, когда что-то комментирует или говорит какие-то, ну, исторические моменты освещает, понятно. Но когда ты приходишь, вот, глаза в глаза, вот это все твои братья-сестры, то есть ты можешь обратиться к ним, тебя не прогонят, никто не скажет, ты что, дурак, какие-то тут нам вопросы задаешь. И вот это вот так не хватает, когда тебя долго нету, я вот ездил в Тайгир, когда работал, и у меня не было долго, месяцами. И я приезжал, у меня такие глаза, я им рассказываю, я вижу, что они не поймут меня, я начинаю рассказывать. Сестры, я на вас смотрю, я говорю, вы мне все такие милые, да, как мама родная какая-то, каждая из вас, там, чтобы я не знал имя отчества какой-то сестры, да, сохнет у меня язык тогда, как говорится. Пролитни, говорит, язык гортани моей, моей я. То есть вот до такой степени все. Игнатий Тихонович, я как увижу, я готов так его взять, так за бородку, как целовать евреи раньше, Иннафан с Давидом, бородку поцеловать. Да такой, кстати, милый он у меня. Почему? Я там насиделся с этими грешниками, нанюхался табачищем, насмотрелся шатающих этих алкоголиков, пьяных. Эти бездушные разговоры, о чем попало, это просто кошмар. Брат почему не хочет идти куда-то работать, потому что он знает, что попадет в это безбожное общество. Лужков умер. Лужков, Лужков помер. Да, да, помер. Вчера объявили вечером, я забыл тебе сказать. Вчера вечером по радио в машине ехал, услышал. Я только сегодня здесь, я думал только сегодня здесь. Отец Дебунов Владимир Андреевич. Я? Да, это ты. Тебя показали. Нервал. По телевизору у вас показали. Покажут. Сообщил нам новость, что Лужков умер. И вот теперь вот эти вот приблизительные вопросы. Но я вот сейчас, чем больше с тобой разговариваю, хорошо, что он все начал объяснять. Тем больше думаю, что знаешь. Но вопросы хорошо, что ты прочитал, конечно. Отвечать ты на них, конечно, сам будешь. Ну, все это когда будет? Я не знаю, ты как хочешь креститься? Потому что все хотят сразу креститься. Все сразу. И всем говорят, посмотрят, брат, сестра. Ну, ты подожди. Сколько была у нас тогда Лена Козлова? У Марина была у нее поручителем. Ну, давай, Леночка, попозже. Ну, попозже. Тебе рановато еще. Нет, нет. Нет, прям, нет. Прям прибегала домой туда к нам. Там еще мы жили на Ползунова. Рядом с Регматином. Давайте сейчас. Давайте там все. Мариночка, Мариночка, все. Ну, и что, крестили? Раз через неделю. Нету, все. Не, я хочу креститься. Вот Лена была. Лена, это, Кендяйкина. Тоже все, креститься, креститься, креститься. Сразу, сразу. Лена, может быть, что ты? Нет, нет, сразу надо креститься. Крестилась. Месяц. Один раз, по-моему, пришла после крещения. Нету. А сейчас дошли до того, что вот эта семья. Валерия с Андреем. Они сразу сказали, а нам не надо никаких поручителей. Нам просто крестить нас все. Мы никогда вообще не будем. Нам это не интересно. Вот до чего дошло. Уже. То есть не хватает, вот человеку не хватает. Новообращенный есть новообращенный. И мы, как уж со стороны, говорится, уже возраста Христова, уже понимаем, ну не хватает человеку. Побудь еще с нами, побудь. Потому что, когда ты еще не крещен, ты будешь все равно здесь. Ты же креститься хочешь, это же понятно. Креститься это как спасение. Человек понимает, спасение. Сейчас не крещен, и меня сатана возьмет. Какое-то такое чувство языческое. Ты не так должен к этому подходить. Ты должен так подходить. Что, ты считаешь, что рановато? Так, нет, накинь почему. Немножко. Я-то к вам пришел. И начинаешь, понимаешь, когда с человеком говорить. Ну таких нету просто. Это я на тебя посмотрел, как бы с прикидом. Ну думаю, что этого не будет. Потому что, чтобы ты не стал, тебе тоже советовали креститься сразу. Ну и Игорь, вроде, Тридякова даже говорил. Да. И мне тоже, ну там, не Игнатик, мы тоже говорили, что от трех до пяти лет идет крещение. Ну как бы, когда меня подняли, меня там долго на совете там расспрашивали. Долго меня расспрашивали. А Марину жену не стали даже расспрашивать. Жена твоя? Ну да. Тарелки, это, бьешь там об мужа там или что-нибудь, она такая об стену, она такая, что я бью тарелки. Ни одной тарелки она не дает, действительно не разбила. Ну, нет, не бью тарелки. Ну, ну ладно тогда. И все ее. Она такая готовилась там, писала все там. Ну она тоже, видишь, какие песнопения там. Вперед, вперед, мимо вас ждет, когда исполнился. Попробуй такое сочинить. Ну, то есть у нее тоже было. А меня-то сильно там такой-сякой, потому что сразу ревностный там. Ну, с масонов, говорит, специально засланный к нам, чтобы разложить общину, говорит. Евреи. Евреи. А почему-то все они в Евее записывают. Вот расскажите о своей вере во Святую Троицу. Кем для вас является Иисус Христос? Видишь, расскажите о своей вере во Святую Троицу. Троица, это уже не просто Троица. Троица, это Отец, Сын и Дух Святой. Вот по всем нужно лицам и по стасям пройти. И в то же время о Едином Боге рассказать. А для этого нужно до конца уж Евангелие это точно прочитать. Я на этот вопрос ответил 1-го Яна 5-7. Ну, тебе там еще говорили, да, ты что-то это... Просто вырушил, что ли, сюда, или что? Ну, да. Что-то такое, да? Ну, я еще. Ну, он сам отвечал, то есть он уже это знал. Ну, подробности потом. Кем для вас является Иисус Христос? Вот я тебе немножко рассказал, как я попал на занятие, когда Игнатий Ильич мне рассказал, кем для меня должен являться он. Я этого не мог тогда сказать. Почему вы спрашиваете себя крещение? Подробно о причине, когда это желание появилось, умелчилось ли оно, твердо ли оно, понимаешь? О крещении. Не о том, что ты там совестью у тебя проснулась, а именно о крещении. А у крещения тебе... О крещении ты начал задумываться тогда, когда я к тебе подошел и сказал, ты креститься будешь? Ты сказал, ну да, наверное, надо. То есть вот так у тебя когда появилось. Не, ну я так вам уже попал-то, не с целью той, чтобы сразу сейчас прийти и креститься, а чтобы... Так это самое... Чтобы знаешь что? Чтобы... Кто будет веровать и креститься... Правильно уверовать. Чтобы найти истину. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Поэтому, чтобы ты... Правильно уверовать. А чтобы тебя подзадорить к этому, к этой вере, ты должен стремиться к чему? К окрещению. К окрещению. Поэтому только все происходит. Для начала-то надо веру. Ну, конечно. А вера... От слышания. От слышания. От слышания. От Слова Божьего. Слова Божьего. Смотри, я-то начал не со Слова Божьего слышать, а я услышал, допустим. Я сначала Ткачева, Осипова, всех. А потом Игнатий Тихонович не попал. И я только в нем обрел-то настоящее. В его словах. Что он читает, рассказывает, снимает, вот это все. И если бы этого не было материала в интернете, я бы просто закончил бы на каком-то Ткачеве и все, красиво говорит, хорошо, все, и ушел бы. А здесь, понимаешь, расшатало меня то, мою лодку-то расшатало, Игнатий Тихонович, своими вот этими вот роликами, вообще всем. Разговорами о вере, показом жизни верующих людей. Да, что он по Евангелии живет. Что я все равно где-то что-то читал, когда-то читал, что-то где-то. Я просто не брал это все всерьез. Оно в меня не впихивалось, не вмещалось. А здесь-то я увидел, понимаешь, не то, что захотелось пойти попробовать. Ну это бред. Просто захотелось по-настоящему. Увидеть настоящие веры. С моей леянностью, с моим вообще вот этим греховным путем, совсем хочется исправить ситуацию в себе. Ответив на все эти вопросы, которые здесь, ты дашь нам, ну, тем, кто будут твоими оппонентами напротив тебя сидеть, ты дашь нам возможность посмотреть на тебя, как на верующего человека. Ты сам должен на это отвечать. Не как когда я был в 96-м году на крещении, и сидит парнишка в кепочке такой, бородка небольшая. И я пишу, а он приличном не заглядывает. А я так еще раз подвинул, думаю, ну, читай. А я вот эти все вопросы прописываю. Ну, пишу, типа там, прям перед комиссией мы написали раньше. Заранее как-то не готовились. Сейчас нужно заранее, готовьте заранее, запишите, чтобы время меньше потом бы зачитал и все. А я прям вот так сижу, пишу, нам дали какое-то время там. А он такой заглядывает, 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 заглядывает. И там кто-то, видать, на тех, кто что видал. Ну-ка его сюда. Его вызвали. Ты кто такой? На крещение приехал. А ты звонил кому-то или что? Нет никому. Откуда? И через объявление узнал. И просто так мужик какой-то приехал, раз всех крестят и меня крестите. Начали с ним разговаривать. Он никакой вообще, Евангелие. Ну, ничего не читал, ничего не знает. Накормили его и на поезд отправили. Досмотрелся через плечо. Что я там пишу? И такой, главное, сидит с листочком тоже. Я смотрю, он тоже, что у меня переписывает. Я так удивился, думаю, странно. Не понял тогда еще ничего. Вот так у нас не должно быть. Понимаешь? Не нужно через плечо-то никому смотреть. Ты будешь сам, сам напишешь. Никто даже видеть не будет, как ты пишешь. А можешь записать, как ты пишешь. Что-то интересно вообще было бы. И потом, когда мы можем почитать или спросим тебя. Ты прямо можешь зачитать, а можешь просто пересказать то, что у тебя есть. И мы посмотрим, скажем. Братья, ну это верующие действительно. Ну, как экзамен. Это брат будет. Да, как экзамен получается. Экзамен, да. А еще батюшка будет тебя знать. А к батюшке ты придешь немножко в другом амплуа. В другом виде. Не такой, как к нам. Потому что к нему ты придешь совсем тем, что у тебя было старого, захребетного. Ты должен будешь перед Христом вынуть все это. А батюшка будет не исповедь, покаяние называется. Исповедь это когда ты верующий уже. Истинно-крещённый. Тогда тебе исповедь. Чтобы на литургии ты причастие принял. А когда ты только еще перед крещением, это покаяние называется. И вот ты покаялся перед Христом. Вот как ты сидишь прям. И мне как бы покаяние идет. Мне это как бы ни к чему. Я понимаю, я принимаю то, что ты это делаешь. Это очень хорошо. Ну мне до конца ничего не надо. А батюшке ты расскажешь до конца. Без имен, безо всего. Ну расскажешь. О бандитизме своем, в чем он заключался. О нечестии своем, в чем он заключался. О мерзости, в чем заключалось. Все это ты вот выставишь. Все там по закону. Спал там с матерью, с сестрой. Со всем, со всем. Со все ты это должен выложить. Вот так вот. А бывают такие там места, которые... Ну, язык не повернется произнести. А ты должен, наверное. Да, да, да. Поэтому сначала человек это записывает. Хватечка там, вот бога. Человек записывает. И когда начинает читать, читает громко, допустим. Я не сбивал журавля рукой. Я не растапливал Дину задницей. Ну, такие грехи свои важные. Очень громко. А потом... Я там дальше... То есть, когда придет к стыдному греху, тогда ты там... Ну, это покаяние. И когда ты все это пройдешь... Вот этот, когда Игнатий Ильич рассказывает об этом... Шакматове. И он вот это взял. Сборник грехов. Есть малый на 400, а есть большой на 800. Монашеский такие. И под ним. И там было, и там нет. А это было? Было. А это было? Да, это было. То есть... Ну, как бы было-то легче отвечать. А когда ты будешь отвечать... Вот такое-то сам, да? Да, что ты сказал. Нет, без фамилий, без имен. Ничего не надо. Просто... Не, ну, понятно, что ты делал такую... Такую-то мерзость. Что ты сам сделал. Там есть о Малакиях рассказ. О мужеложниках. То есть, это разные. Малаки, это когда ты любишь, чтобы мужчина к тебе приближался. Будучи мужиком. Малаки. А когда мужеложник, это ты, значит, другого мужика любишь залезти. Ну, или подойти там, где. Не знаю, что там делать. Ну, то есть, это все поймет. Представляешь, когда вот это вот в этом кается тоже. Я спокойно рассказываю, потому что у меня этого не было. Я об этом рассказываю. Если бы что-то было, я бы, наверное, молчал уже. Слава тебе, Господи. Господь не сподобил. Надеюсь, эти грехи-то прописаны в 400-800. А эти, прям, как они называются-то? Грехи, ну, я не знаю, как они, общий заголовок-то. Помощь кающемуся. Вот так вот как-то оно идет. И есть малая помощь кающемуся. Вот она у меня все время лежит. Я думаю, что спонятник уже надо сейчас записывать, да, начинать? Да. Сол раз записал. Потому что иной раз, раз, как-нибудь по памяти придет. Это так. Думаешь, это вообще со мной было, а потом. У нас сестры, у нас сестры. У меня все, Надежда Васильевна, такая уже древняя. И все. Стоит, стоит уже. Все, поклонилась всем, поклонилась. Потом стоит, а там кто-то долго исповедуется. Она стоит такая. Ах, ах, потом. Глаза такие. Начинай. Бегать вокруг. Там уже открыли дверь. Давай сюда, она. Что-то он записывает. Надежда Васильевна, ну вы что, там уже зовут вас. Вы же уже все поклонились. Я вспомнила грех. С одной стороны, конечно, забавно. С другой стороны, думаешь, а если меня так припрет? Я все время думаю. Она то ли услышала, кто там исповедуется, она услышала. То ли она правда стояла, все время думала и вспомнила. Я думаю, ну не буду ее спрашивать. Ну что, там кто-то еще исповедуется, а один человек подходит у нас. Как у нас вот дверь закрытая. Здесь мы читаем молитвы. Мы стараемся громко читать. Да. Псалмы, как они называются? Акафисты. Акафисты и эти. Ахристов Богородицы. Ахристов Богородицы. Там не Акафисты еще раз. Но это здесь уже подходит крещеный? Ну конечно крещеный. В Московской Патриархии я там, батюшки со мной разговаривают. Чуть ли я уже не батюшка, а уже говорят, да ты готовый батюшка. Тебе только сейчас рука положат сразу и ты уже начнешь там всем руку давать целовать. Целовать. Я такой, думаю странно, как так, неужели так моя судьба изменится? Ну так не было. И можно на исповедь так батюшки? Все удивляются. Первый раз я тут. Да, можно. Пожалуйста. Иди. Все прошли. Я последний пришел. В кухню зашел. Тогда в трехкомнатной квартире все происходило. Закрыл дверь. Все там вижу свечечка стоит. Батюшка такой встал в твоем стороне. Я молчу. Че ты пришел? Да я вот исповедоваться. Ну давай че. Я такой там. Да вот батюшка, я не воспитываю ребенка своего во Христе. Да? А че не воспитываешь? Ну вот развелся там с женой. И жена там уехала в один город, я в другой. Вот теперь в разные стороны живем. Ну развелся. А ты крещеный этот венчанный был? Нет. Ну а это. Сейчас-то у тебя есть, живешь с кем? Ну да, сейчас жена у меня есть. Расписанный, да? Расписанный. Ну ты не венчанный? Нет, не венчанный. Ну то есть ты в блуде живешь. Я такой. Дошло. В блуде. Ну да, ты же не венчанный, живешь с другой женщиной. И с той бы жил бы лучше. Я застыл. Я сразу понял, ну че такое там, ребенка не воспитываешь? Когда в блуде живу. Я говорю, ага, да, да. Ну вот иди исправляй. Я вышел, все. И исповедь закончилась. Я думаю, куда я попал? Ай-яй-яй. Потом начал когда ходить-то. Это, я помню, услышал об Алексея Божьем Человеке. А как раз Алексей загуляет был. Ну и там, Игнатинович. Вот Алексей у нас, Алексей есть. И я шли потом и раз с Алексеем вместе. Я говорю, а че он так про этого святого-то вот Алексея? Алексей-то святой Божий Человек. Я его это знал же. В православии это Божий Человек Алексей-то. Это ты че? Это о-о-о. Он там рисуется, такой с куском хлеба стоит. Такой весь бедненький, несчастный. Такой рубящий. А прочитали-то про Игнатинович, как начал рассказывать, что он вытворял-то. Под окном своей жены жил. Под окном матери и с отцом. Слышал каждый вечер, как мать убивалась, что где-то сыну ее там голодает и все. А он в будке в этот момент лежал. Какая-то там будка, где он там служил-то у них этим сановникам. И все это слышал. И ни разу к матери-то не обратился. Мама, да вот я живой. И мучилась мать-то, а жена убивалась как. Ну это которое кольцо наставило? Ну да, которое сразу в окно-то махнуло и все. Я спрашиваю, а чего он так на этого святого? Он говорит, он не на святого, он вообще на все. Рассказал о том, как нужно по-евангельски поступать. И как ты Евангелие-то читал? Я говорю, ну читал. Ну и как ты читаешь? Я раз все Евангелие. Да как бы этого нельзя делать. Так как жену оставить, мать оставить, отца. Надо же за ними смотреть. Ну вот сейчас отца как его оставить? Ну что, ну никакой. Ну давай бросим его, пускай он там сам как-нибудь проживет. Может кто-то поможет. Ну тогда телех она. А он вот так бросил и все. Ну там помоложе был, там отец с матерью ходили еще. А потом уже время идет, идет. И вот он умер там, харп ее оставил. Мама, это я. Все, ой-ой-ой, благоухание там и все. И так далее вот у него. Как хорошо-то все, умилительно. Ну хорошо такая девчонка попалась. Она их как за родителей своих считала и ухаживала. Ну она ухаживала. Молодец была. То есть девка-то ему досталась вор. Жил бы спокойно, детишек нарожал. Они бы помогали дальше ему и так далее. Их бы во Христе воспитывал, раз такие, ну добрые такие, корни там у них идут. И сам такой ревностный тоже. Нет, монашество завлекло. Побежал, побежал куда-то. А из них потом святых-то и сделают? Святого сделаю я как? А в чем святость-то его? Что, бегите все от родителей? Ну кто бегает? Ты убежал от родителей? Да я убежал не по той причине. Ну убежал. Я бы убежал по своему мнению. Убежал-то от родителей. Если время-то придет за родителями и ухаживать-то. Ухаживать-то будешь? Не, ну сейчас эта ситуация-то моя изменилась. Я в 15 лет дергал, в 14 лет я дергал. Не, ну родители старые уже становятся. Ну да. Ну скоро ухаживать надо будет. Ну вот я же не знал, что у меня на моне живет 75 лет, а отец вот его 71 лет. Не, 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 это-то не вопрос. Ну вот это пятая заповедь. Тяжело ему. Пятая заповедь. Вот помыться ему там надо, своеобразно надо. Ухаживать там за ним, прибирать все. Сам уже, ну тяжело руками работать и так далее. Ну у кого как, вот Игнатий на чем-то. Да и то он, видишь, Володю как-то чтит. Потому что тоже тяжело у него уже. Тоже. Он говорит, Игорь, ну в случае чего ты знаешь, это... У тебя комната для меня готова, если что? Игнатий, почему все. Да, ну сейчас не знаю, сейчас Володя у него есть. А так вот до последнего времени. Я говорю, конечно, вот комната будет. Там комната для вас, гостевая специальная. Сделано. Я тут Надежда Васильевна, все, на зиму переезжайте, ко мне поживите. Надежда Васильевна, Игнатий не отпустит, нет, не отпустит. Ты ничего себе, он тут будет, а я там. Нет, не отпустит. И вот смотри, как это все переломано, да, получается теперь. Я говорю, когда я начал узнавать это все, для меня это шок. И все. И у меня вообще все тогда перемешалось, я думаю, так. И что мы тогда наделали? Мы вознесли всех, кто и других, а Христа не вознесли. Да, вот самое страшное, что получилось. Мы должны везде на каждом углу, как некогда, апостол, повторять. В Господе, в Господе все. В Духе Святом. Ибо кто познал ум Господний, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с плотенцами во Христе. Понимаешь? Все время о Христе говорит, куда ни ткни, везде. Христос. Итак, 4 глава, 1 корректин. Каждый должен разуметь вас, нас, как служителей Христовых и домостроителей Таин Божьих. Понятно? Не к постыжению вашему пишу себе, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благорестованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для того я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господи Сына. Господи, это тоже во Христе. Который напоминает вам, напомнит вам о путях моих во Христе. Как я учу везде, во всякой церкви. И вот это постоянно везде. Вы читайте это Слово Божие. И тут везде только о Христе идет речь. Это Христос не мог сам о себе говорить в Евангелии. Я, я. Но каждое его слово, каждое его движение, каждый его взгляд даже. И подняв глаза, пятая глава Евангелия от Матфея. Говорит о заповеде блаженства. И подняв взор свой, очи подняв к небу, начал говорить. Очи к небу. И все говорят, ну зачем написали это? Вот так же и мы тоже должны. Как только очи наш, мы должны как бы, пускай не взор, но мысли свои возносить к небу. К отцу духовному. Почему? Мы духовные становимся сейчас. А сейчас вот будем что-нибудь кушать и так далее, мы плотиные. Плотские. Ну, хотя бы в этом мы должны тоже, как бы, ешь и тоже, благодари Господа. Какая вкусная пища, Господи, слава Тебе. А если не вкусная? Все равно вкусная. Все равно, она нужная для меня. Почему? А я дальше могу сейчас существовать, думать о Христе, писать о Нем, читать о Нем, слышать о Нем. Рассказывать другим о Нем, да. И тогда благовестие придет. Я еще это начал, когда благовестие началось у нас. Игнать Игныш сказал, говорит, надо благовестовать все время, напоминал. И тогда начали мы думать, как это делать. И вот с братом Игорем Третьяковым пришли к выводу, что надо сначала, прежде чем идти благовестовать, нужно самим занятия организовать. Не только Игнать Игнать Игнатьича слушать, уже наслушались много, уже целый курс прошли. А курс Слова Божьего от Матфея до книги Откровения, в конце Аминь, 22 глава книги Откровения, Проходил у нас четыре с половиной года. Четыре-четыре с половиной года. Один курс, да. И уже там прошли уже курс. О, Новый Завет весь. Да. Прошли уже целый курс. Еще песню песней, еще как разговаривать с людьми проходили. Потом беседы с сектантами тоже проходили, еще в этом же курсе все было. Ну, то есть, все есть уже. Как свою веру показать неверующим людям, как показать свою веру сектантам, как показать эту веру. Как беседовать с любимым человеком, который подойдет к тебе и будет спрашивать у тебя что-нибудь. Или просто ты будешь попутчиком где-то ехать и так далее, чтобы как с людьми заговорить, как это все это, чтобы рассказать о Христе. Вот об этом все занятия у него были, у Игнатий Тихоновича. И поэтому надо теперь самим говорить. Мы слушаем его, а сами-то не говорим. Слушаем, напитываемся, а не говорим. А надо говорить. А где говорить? На занятиях, самим говорить. И потом начали по домам собираться. По домам мало собирались людей. А Игнатий Тихонович потом, когда у нас образовалась церковь в трапезе, он говорит, а что в трапезе не собираться? Оставаться, кто захотел после этого брать с собой еду и все. И вот у нас то, что ты видишь, это вот наработки уже десятилетия. Больше десяти лет наработка, как мы ее делаем. То есть берем с собой еду, кто хочет остаться на занятиях. Ты уже берешь с собой еду. Потом песнопения у нас появились после этого еще, чтобы подбодрить себя. Потому что песнопениями, салмами, прославляйте Господа Бога вашего. Восхваляйте его. Вот мы прославляем Господа после того, как помолились Ему. Прославим. Ну, потом идет у нас собрание людей. Потому что у нас есть старенькие, которые могут уехать. Моча там не держится. Или поесть надо. Или таблетки там принимать. Там что-то, когда кто болеет. Дети малые, короче, разъехались кто. А остальные остались, кто остались. Вот. Восхвалили Господа. Потом трапеза, чтобы силу придать. Ну, что уже там 12 часов или 11 вечера уже дня. А не ели, допустим, с вечера. Ну, поели там 6-7 часов и все. И уже сколько прошло времени. Ну, чтобы подкрепиться. И занятия, чтобы ум начал работать. Поел. И теперь за ум возьмись. Слово Божье. Читаем. Вникаем. Все. Ну, иные так наедаются, что сидят и... Поел. Это тоже ни к чему. Поэтому есть надо в меру. Я вот, когда Надежда Васильевна готовит супы, я суп уже не ем. Почему? Я знаю. Супа, если хлебнул, жиденького, разморила там. Хорошо. Она супы хорошие готовит. Еще по-моему. Я расскажу, кто, например, я на собственном опыте убедился. Попробуй исполнить слово Божье, вот как написано. В районике есть до сытости. Попробуй его исполнить. До сытости. То есть до того, как ты встал, застал, я наелся. То есть до этого момента ты должен уже встать и застал, и ты же чуть-чуть там... До того момента, как не сытился, ты уже должен приходить. Попробуй его даже вместо писания исполнить. Вот у меня до видка получается. В основном я всегда встаю, да, я наелся. Ну все, он же до сытости. А до этого момента надо встать, да? А так до сытости. До сытости. Да, да, да. Недаром Владимир Александрович у нас рядом с Игнатих, над всем мудрецом живет нашим духовным. Такая мудрость не каждому придет. До сытости, все знают, до сытости это когда ты уже... Отрышка пошла у тебя. И ты такой, нормально. Когда уже нет туда ложек. Ну то есть ты уже замечаешь, вот норма там, 2 поварешки в сухой, а ты уже наедаешь, или там 3 поварешки. Или сколько кусочков хлеба, сколько там еще ты можешь второго, что-нибудь себе наложишь. То есть ты уже знаешь определенное количество еды, сколько ты наедаешься. Вот здесь ты уже можешь себя немножко как бы ограничить в чем-то. Чтобы исполнить вот это место писания. Вот очень сильно для этой собаки нужно это знать. Громелька, тебе это нужно знать. Не обидайся. Вот почему у животных это есть. И то, когда к человеку попадают, накормят их, закормят и все. Но все равно, вот кошка поела сколько и все. А у человека, видишь, кладет себе, закладывает, закладывает. А если ты будешь думать о духовном, что тебе надо теперь идти духовным заниматься деланием. Ты все, плоткое исполнил свое, плотяное. А теперь давай духовным занимайся. На духовное-то никогда не хватает. Ой, да когда уж у меня время. Ну вы читали это. Да когда у нас уж время. Да уж времени нету постоянно. Да уж придет пенсия. А пенсия там внуки. Вот внуков выращу. А у внуков там дети пошли. Вот их них теперь полнота. Ага. И умерла в этот момент, пока говорила. Потому что время все пришло. Надо обращаться тогда, когда у тебя мозг еще работает. Я вот сам себе утвержу сейчас. Вот мы с супруга разговариваем. Чтобы нам сейчас последнее время началось. Потом еще можно впитать. Здесь лет мы уже. Поэтому и говорится, что нужно цветы приносить свежие. Вот, по-другому. Да. Свежие цветы. Которые... Получается, это мы без венчания живем. Нас два ребенка мы блудим, да? Ну, я тебе что могу сказать? А чем ты занимаешься? Добрым делом? Вот видишь, а об этой... В РПЗ говорят, что заключили брак в регистрации. Нормально. То есть далее, далее это ваше уже, говорит. Дело там венчание. Представляешь? Ну, оно венчание и брак. Разные вещи. Венчание это... Венчается человек... Венцы накладывают. Это не корона. Что корона, все. Венец это обруч тебе на голову. Обруч металлический. Металлический. Не мягенькая шапочка хорошенькая. А вот железная обруч. Попробуй ты выйди. Вот сейчас на мороз, минут 10 в этом обручье. Походи. А я король. Наверное, у тебя что-то отмерзнет. И ты скажешь, слушай, я лучше буду простым смертным, чем королем. Ну-ка иди отсюда обруч. Еще выкинешь его. Шапочку оделает. Ой-ой-ой, хорошо лысеньку пригрел. Это лобик-то как застудил. Ой-ой-ой, это пазухи. Сопли зеленые вот так висят короны. Это венец. Венец, это значит терновый венец был на голове у Господа Иисуса Христа. Не лобровый венец, венчик там, победитель там какой-то. И тот победитель тоже трудился. А именно тот венец, который Христос, который пил, все, и кровь у него текла везде. И везде разудрано было вот этими вот шипами. А там шипы вот такущие, тернии. Получается, венчание это брак зарегистрирован на небесах. Да, это брак на небесах называется. А раз не было венчания, какой это брак? Постой, так и теперь все сначала берем. Давай сначала, смотри. Давай сначала, на тот ты и здесь, чтобы начинать сначала. Получается, вот у меня сейчас доча 6 месяцев. Да. Вот ее надо крестить. Ее теперь куда, когда крестить? Когда родители крещеные? Она крестится только, постой. Если ей поручить Кумовьев найти крещеных, то можно и не крещеными родителями крестить тебя. Да, это типа крестным, да? Ну, крестным, да. Кумовик, крестный. Или можно всем потом вместе креститься, вот когда я к этому всему приду. Ну, можно вместе креститься. Все, 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 все. Это лучше всего. Да, ну, к этому делу тогда у тебя уже будет, у тебя поручители будут, а поручители будут уже отвечать и за тебя, и за ребенка. Почему? Поручители работают с тобой, трудятся духовно, а ты трудишься духовно над собой, и, естественно, над своим. Ты же хочешь спасения всем, а ребенку своему наипаче написано. Ибо мы должны делать доброе наипаче своим по вере, иначе, если ты, говорит, не печешься от своих родных, то ты хуже неверного. Так что трудись над этим, над своим ребенком. И, ну, а для этого ты должен ребенка показать поручителя, семью свою показать. Вроде бы это Галатом написано, да? Ну. Что-то им помню, как Галатом. Да. Это показать, пригласить в гости. Конечно. Конечно. Не обязательно чьи, да, не. Вместе, обязательно вместе почитать, допустим, о браке. В Кане Галилейской. Чтобы жена тоже услышала это и сказала, «Опа, так невенчина, это значит, и я тоже блудница». Чтобы не ты ей сказал, а ты там какая. А чтобы она сама себе сказала. Женщины любят это страшное слово. Только, пожалуй, кто любит. Мы сами тоже много чего. Нет, ну, если на меня сказать так, я мимо ушей пропущу, потому что я такой, я не подхожу на это слово, я мужчина. Если мне сказать, ты там мерзавец какой-нибудь, тогда еще, да и то. Нет, я уже как бы к этому адаптировался. Когда вот мне говорят, жирный, вот это мне ближе на тело. Потому что, вот, мерзавец уже не так. Ну, я знаю, что я каким-то я был когда-то. Ну, я вот, как она был. Все, что было, греться. Весь греться. Я все это вкусил. То есть, получается, вот вонарь. Мне женщины закладывали и не одна ева. Я жрала. Вонарь же должны умереть. Водиться во Христе. Да. Во Христе. Когда ты в твои кратном погружаешься, вот выныриваешь в воскресшем, уже это первое воскресенье. А потом будет второе после первого. Если первое у тебя было воскресенье, то будет второе. Если у тебя не было первого воскресенья на земле здесь, то, естественно, второго не будет. Так, и дела. А смерть у тебя будет телесная, ты умрешь. А вторая смерть будет для всех. Ну, просто сюда. Те, кто пойдет в ад. А для некоторых второй смерти не будет, те, кто воскреснет. Не будет смерти. Вот ты умер, и тебе в воскресенье сразу пошло в воскресенье. Вот так. Так, а вот смотри, момент. Готовишься ты к окрещению, и не успеваешь ты креститься. Происходит что-то в твоей жизни. Ну, это Господь же спасает, не мы. Если ты стремился к Господу, и шел, и так далее. Ну, допустим, вот, зная тебя, и что-то бы с тобой случилось, я бы за тебя уже молился. Да, я бы тебя поминал. Прям нисколько не сомневаюсь. Там в церкви, может быть, и нельзя, а я бы тебя поминал, потому что я вижу, что ты думаешь, ты стремишься, ну, не прочитал ты все до конца в Слово Божие. Ну, ты же на занятиях, ты читай, мы вместе читаем, разбираем, и на занятиях ты в скайпе, и так ты живой здесь. Почему апостол Павел так много делал упор именно на слово вера, вера, то есть он святых приводил, которые раньше еще не законных, ничего не знали о вере, поверил где-то в раб к Богу, и это обменилось в праведность. Ты поверил Господу, все, а то, что там ты что-то не успел, и так далее, и так далее, и так далее, поэтому-то и надо просить Господа, Господи, даруй мне успеть креститься. Почему все и хотят креститься быстро, чтобы понимают, а вдруг что случится, я тогда как-то непонятно. Я хочу, чтобы был готовым все-таки. Готовым это хорошо. Готовым это вот это самое верное, готовым, понимаешь? Поэтому, ну в принципе, мы с тобой для этого и собрались, чтобы ты это именно признал, что готовность, нужно быть готовым. Не то, что вот сейчас мы прощем вопросы, и там тебе что-то станет понятно. Тебе станет понятно, когда ты будешь готов. Ты это, для тебя будут как орешки эти вопросы, ты прям сам будешь примеры приводить. Ну, допустим, вот какой вопрос. Ваши отношения к людям с двойным дном, к наушникам, с эксотом, разглашателям тайн. Грех и удову страшаете? Пишете ли стихи, рисуете ли? Что и как? Слушаешь ли сатанинскую музыку? Ведешь ли дневник? Это чисто слова Игнастики, еще тогда, когда он ничего не объяснял по видео. Ну, то есть, чук-чук, сказал это быстро, а теперь ты давай дальше сам думай. Ты что-то не понимаешь, а что, что и как? Он тебе начинает тогда объяснять уже. То есть, это быстро составлено для того, чтобы непонятные места сразу высвечивались для тебя. Вот так вот, пожалуйста, глядеть. С двойным дном наушники, с эксотом и разглашателям тайн. Тут что разное-то? По-моему, это все в одном человеке может быть. Да. А все-таки... А почему... А почему столько тогда он всех перечислил? Ну, сразу бы сказал, ваше отношение к людям с двойным дном. Там все это есть. Нет, он именно подробностей всех. А почему? Потому что Иуда... Иуда предатель, понимаешь? Иуда предатель. И Иуда ходил со Христом, а потом предал. Вот у нас в общине уже сейчас осталось всего около 50 человек. А было почти 100. 99 человек было. Ну, кто-то умер, а многие ушли. Вот ушло приблизительно уже около 70 человек. Просто те, которые были, крещены и ушли. А которые, вот как ты, хотели креститься, пришли, послушали нас. И так же у меня дома были, только там, не здесь, здесь еще никого не было. И уходили их десятки еще людей, их не считаю я. Потому что они не крещены были. И уходили, просто ушел и все, и нет его, где. Ну, вот в этот раз был, в тот раз не пришел. У меня Егорка, я все вспоминаю, он мне оставил память этот Егор. Учился на религиоведении. Пришел, познакомились, когда я стоял на площади. Долго у нас был, больше года. А потом это, на гитаре играл, хорошо играл на гитаре. С Виктором Николаевичем и Савченко вдвоем. Хорошую такую музыку. Эти песнопения Игнатихныча им нравились все. Брат у него там в Горном Алтае, Игнатихныча доставал все. Беседы были. А потом вышел фильм «Я и легенда». Игнатихныч говорит, это «Я и легенда» говорит о масонах, о всем. Я говорю, а мне еще эта «Я и легенда». Вот эти гурдалаки, которые там получились, напоминают наших священников и епископов. Сидят в темноте, ничего не знают. И как только выйдут, выйдут жрать сразу всех. И никого нету. Последних доедят. Ну, так же? Да. А есть некоторые, которые даже на свет могут немного смотреть. Там один такой появляется на свет и убегает, ему пишет. Они начинают появляться даже на свету. То есть ужас. Представь себе, они днем его поймают. То есть они сажут. Я говорю, а это епископы и митрополиты. Которые даже могут как бы в свет смотреть. То есть выше. То есть могут прям выхватывать лучшие души. Такие, как наш епископ. Такие, как наш батюшка. Могут прям выхватывать их из наших рядов. И люди им верят, понимаешь. Они как бы немножко мордочку нас высунули на свет. Ну, видите, какие добренькие. Все как метод. Это патриарх Кирилл у нас. И нашего епископа Волок. А от этого целый раскол получился. Епископ выступил в Евтихии и сказал. В России сейчас идет возрождение церкви. Верующие везде по кругу. Вот там. Чуть ли не верующие. Все дома не забиты. Все сидят с флагами. Иисус Христов, наш Бог. Ну и там же самое главное. Количество накрестить. Да. Вот они количество-то показал. В церкви количество. Есть количество. Есть и все поверили ему. Он же в зарубежной церкви. Он же в России самая. И все поверили. Захотели ему поверить. И что? Ну что? Ну где? Где изменения? Какие ты видишь? Ничего нету. С 2002 года ничего не изменилось. Как бы не хуже стало еще. Потому что сейчас на поток поставили этих вурдалаков. На поток. Вон в семинариях вурдалаков этих выпускают. И он после этого, как я рассказал, он прям, я так не считаю. И все, и ушел. Вот это Егорка? И ушел он нету. И с собой увел книгу на русском языке каноны православной церкви и поместной собрали. Представляешь? У меня жена, ну я дал ему, у меня жена в Москве приобрела ее на русском языке. Сейчас есть оно там с ятерня, а то на русском языке. И все, и нету. Брат, выключи, пожалуйста. А это... Закончил, заканчил. Да, давно было? Это давно уже. 2000... Ну давайте поможем, старшу. Стой, Господь. Молодец Лавен, Господь мне не пристанет, и в кофе, Господи, помилуй, Господи, благослави. Брат, помолись. Господи, благодарим Тебя за сегодняшнюю... А, за возможность сегодня собраться здесь. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты даешь нам слышать и пользоваться им, и жить, проживать в нем. Господи, также благодарим Тебя за наше спасение, что Ты даешь нам надежду прийти и устроиться в Твоем Царстве Небесном. Слава Тебе, Господи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, что еще души есть, которые стремятся к Тебе, Господи и Творцу. Благодарим Тебя за Слово Твое, Святое, которое растапливает лед и дает нам пламень жизни, искру, надежды, спасения. Это Ты, наш Господь. Слава Тебе, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. С Богом. Слава Христа. Аллилуйя. Аллилуйя.